всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог такое немного обо всем что хочу сказать меня еще летом у меня был запрос на то чтобы я сняла и показала всю свою коллекцию украшений и также меня просили заснять показать всю мою коллекцию сережек самом деле у меня много украшений я вам честно признаю что это видео я буду снимать и монтировать два дня я обязательно сделаю его но когда не знаю я ношу в основном в последнее время часы кстати что-то сережки не оделась с утра не знаю почему тут не захотелось вообще я очень люблю именно серьги и я последнее время люблю такие или необычные или какие-то крупные серьги мне очень нравится последнее время всем украшения у меня в основном из двух магазинов первое это sunlight это серебро и второе это aliexpress это бижутерия вот в общем вам покажу попозже но раз меня просили я сделала покупку sunlight не прошла у меня любовь к украшениям нет и к платкам тоже нет просто сейчас вот как-то летом ну вот как-то бывает вот такой промежуток я успокоилась сейчас я вот в альберис и там я там сейчас поэтому другие магазины как-то ушли на второй план у меня вот и кое-что если заказала вам покажу вот потому что меня просили я последний раз заказывала наверное весной там наверно то я вам показывала я заказывала такие серьги квадратиком и кольцо стопазом она мне очень нравилось летом я ему правда не носила особо вот но сейчас решила заказать еще одно кольцо стопазом но немножко уже другое заказала через приложение и забрала в магазине сейчас серебро вот в такой коробочке раньше кстати серебро было одно время что серебро которое там где-то свыше двух тысяч рублей или полутора тысяч клали в коробочке сейчас вот в такой вот может потому что это одно украшение может быть потому что я через интернет обошлось мне это кольцо в 3129 рублей вот ну да не замуж что она будет дешевле может не дешевле изначально его цена вообще 10 980 это такая бирочка я вам покажу все поближе вот такое кольцо здесь а значит у нас натуральная вставка опал 33 опала и 4 топаза топаз 1,244 карат вот так вот я взяла размер 16 с половиной хотя обычно я ношу 16 но из-за того что она вот такое вот такое колечко да издалека я сейчас один на себя я уже бирочку просто сняла вот потому что из-за того что она такое достаточно плотная неплотная как сказать толстая да вот видите дано какое то получается 16 с половиной но 17 было бы уже велико то есть наверное размер в размер будет прям плотно сидеть если вот более-менее свободно хотя не скажу что прям сильно свободно то на полу размера больше надо брать вот такое колечко опалы и топаза вообще обалденно там в отзывах писали что некоторых вот эти опалы разных цветов я поближе покажу у меня практически одинакового они такого молочно-белого немножко розоватый немножко желтоватый такой оттенок дают вот эти опалы опалы натуральные топаз тоже натуральный обалденное кольцо вообще надеюсь понятно обручально вот это кольцо тоже я как его купила это белое золото с бриллиантами якутии по моему маленькими я кольца не очень на самом деле люблю я не знаю почему у меня бывает настроение я могу одеть какое-то крупное кольцо но все-таки больше я люблю именно серьги не знаю даже не шейные украшения именно серьги это вот прям мое все вот но захотелось мне вот такое вот колечко а кстати предыдущие кольцо стопазм которое я покупала вот такое тоже покажу его поближе и она не потемнела я и мылась и убью и уборку делала с этим кольцом не потемнело вообще потому что она покрытая вот это родим но не все украшения покрытые родим со в самлайте не темнеют не все так один так тоже кстати симпатично да смотрите прям симпатником вот это пас вот этот вот он не поменял цвет единственное что его нужно чистить достаточно часто если вы носите на постоянной основе здесь вот есть такое маленькое отверстие и туда забивается вот особенно крем для рук у меня ну я кремом для рук часто пользуюсь так как кожа сухая и вот сюда вот забивается вокруг камушка вот этот крем для рук поэтому его нужно периодически чистить и кстати его хорошо знаете чем чистить чистить у кого есть ирригатор прям идеальное средство для того чтобы убрать вот этот вот весь вот я его сейчас не чистила показываю как есть а так топаз не поменял свой цвет единственное что натуральные топазы они со временем у меня есть золотое кольцо с натуральным топазм они со временем становится светлее то есть они вначале таких прям голубенькие голубенькие потом становится светлее давайте я вам покажу поближе сейчас тут все никак чтобы видно его было на красный пакетик вот так вот выглядит колечко вот топазы не фокусирует топазы и опалы до 1 такой видите более мутный 2 посветлее 3 такой более желтый опал да и вот такие вот топазики видите за счет того что оно такое вот ну как бы толстая то на полу размера побольше я взяла и вот они вот так вот выпирают не знаю как будет в носке ну наверное если будете одевать перчатки вязаные да то будет наверное цеплять вот эти вот зубчик внутренней стороны вот так выглядит я надеюсь видно так давайте сразу покажу бирочку вот почему-то на бирочке цена опять 490 вот эти натуральные вставки опал топаз даже указано сделано в россии вот а я заплатила вот 3129 за него и вот это вот другое колечко стопазом вот видите она помутнела немножко такое мутное потому что крем надо его почистить вот с этой стороны и показать вот с этой стороны я его хорошенько чищу это от крема для рук вот он у меня вот таким образом грязный становится одним словом вот это колечко очень мне нравится стопазом прикольно хотела я еще как-то говорила серьги стопазами но я понимаю что я все-таки последнее время люблю крупные серьги и понимаю что я не буду носить а там вот такие маленькие они либо маленькие либо такие которыми не нравится с натуральным топазом в общем решила вот такое второе колечко себе купить кстати вместе тоже неплохо смотрится но я планировала отдельно носить такое вот такое вот колечко ну что я не я если я не покажу вам заказ вальберис вальберис в общем девочки это сложно для моего языка вот давайте покажу у меня тут всякая мелочевка во-первых я заказала вот такой вот коврик для мойки на кухню в других магазинах вот мне часто пишут я что-то показываю там не фикс прайсе есть еще где то есть у меня мойка черная я хотела тоже чтобы у меня было вот это вот черное обычно продают белые или там какие-то цветные в общем вот такой вот маленький коврик ну получается небольшой и также к мойки у меня была такая металлическая штучка такая она шла вместе с мойкой но в общем она у меня пришла то что пришла не в негодность там оторвалась вот это короче крепление вот это вот из моющих средств как сказал мне муж это вот крепление такой гвоздик там был внутри она короче уже в общем хана ему короче купила вот такой вот еще такую сеточку вот наверное надо мне может еще в одну такую же волосы собирала но ванны у меня там тоже такой слив да не короче не поместится в общем это на кухню вот так еще я заказала тушь сейчас открою я ее уже показывала сто раз белорусская тушь смотрите я заказала тушь всего лишь за 300 рублей вот это вот люксари да и мне положили вот такой вот большой пробник скраба для лица черный скраб для лица матирующий с углем и салициловой кислотой спасибо большое вот это очень приятно сейчас да я заказала всего лишь одну тушь да и мне вот такой пробничек обязательно попробую это что же белорусская до производства до беларусь вот я прям с огромным удовольствием спасибо большое мне очень приятным и и вот это вот это меня попросили мальчишки заказать для а чуть не работает а что-то не работает наверное нужны батарейки да короче эта штука не работает девочки наверное нужны батарейки я так предполагаю в общем не попросили заказать дети причем мне старший сын мне доходит до такого что он мне присылает ссылку вот и просят мама закажи пожалуйста хотят короче с котом играть здесь лазер должен быть лазер и фонарик вроде бы очень я заказала пусть сами разбираются вот а еще я вам хотела показать смотрите да 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 орешки это я сейчас собрала у нас на улице растет дерево ну как это кустарник дерево я не знаю называется он орешник вот так и называется может быть у него есть какое-то другое название какое-то правильное название и я не знаю но в общем он дает вот такие орешки их немного я просто собрала вместе вот с этими штуками потому что начинаешь их оттуда вытаскивать они выпадают по вкусу ближе наверное к фундуку не фундук это но очень близко по вкусу в общем мне нужно почистить а у меня чистилка вот такая этой чистилки я не знаю сколько лет вот здесь видите еще цена есть 80 копеек вот такая вот штука это по моему мой дедушка еще покупал ее вот она под разные орешки но и очень на самом деле неудобно потому что вот эти орехи вылетают надо вот так вот держать как бы в кулаке в общем короче как-то как-то вот я собираюсь как-то это все дело почистить не знаю вообще сын старший обещал мне помочь это почистить потому что я хочу их обжарить слегка и кушать потому что но они сырые тоже вкусные но жареные еще вкуснее на сухой сковородочке просто так шик-шик обжарил и все вот это у меня же тут сын поел старший вот он обещал мне поколоть младшему вообще не получается поколоть а старше у меня сильный мальчик поэтому вот но придется короче мне чистить орешки вкусные все это замечательно но чистить это конечно то еще история вообще может быть есть специальные какие-то машины для честь для чистки орешков ну или какой-то более такой нет вот это вообще колет орехи просто на ура вот но единственно что видите она как бы то есть такая конструкция то есть так она маленькие орешки вот так как то там переворачиваешь она большие орешки колет но разлетается все и нужно силу прилагать конечно вот в общем как то вот надо вот этим заняться вот это вот мелкой моторикой я бы сказала не знаю как буду заниматься этим ну как-то выделено это время в общем вот такие у меня еще покупки на вальбар совершенно завязывать с этим сайтом вот но знаете вот начинается нужно 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 но это ладно это мы не берем в расчет вот и начинается то есть я хотела заказать коврик думаю ой мне же еще надо вот это потом ой мне надо это ну в общем знаете вот начинается вот такое вот ну да ладно короче ссылочки кому интересно оставлю сейчас так крутилась тут на этом на ковре почему шерсти много в доме никто не в курсе бонят и не в курсе не в курсе кстати вот эта чесалка который я заказывала на круто конечно но это любимый коврик моей собаки она здесь постоянно лежит я также ну про местечко до для котов вот у меня тут стоит корзинка никто в этом не лежит вот эта корзинка в ней в основном лежат вот игрушки всех а так бона вон кость принесла да умничка моя но кость она уже такая высушенная на 8 думаю девочку хорошая вот здесь вот у меня вот такая подстилочка на диване лежит вот но здесь кот леофан иногда лежит а так они вот где где упал там лежу до бона хочу нормально же вот нормально вот так где упал там я есть я это к чему про место для животных к тому что он меня очень часто последнее время стали про это спрашивать про если место почему нету место у животных должно быть свое место и так далее может быть у кого-то и должно быть у моих не должно вот я серьезно говорю то есть у меня есть лежанки у меня есть лежанки на втором этаже такой домик и одна лежанка еще здесь в другой комнате есть лежанка у меня такая я еще джуси покупала никто на них не лежит никто вот они просто у меня знаете я красоты я не знаю для чего вот я их и не убираю и они лежат то есть нету такого и ну возможно надо было как-то приучать я не знаю как у меня с самого вот детства все животные самого вот вот крохотку я приношу они никогда не спят вот на каком-то оборудованном специально для этого местечки вот такие у меня животные все пошло на самом деле у меня с боны потому что каспер он все равно у него одни и те же места и кстати у меня была такая история с каспером он меня все время ложился днем спать в моей гардеробной под вешалкой и там у нас проходит это отопление труба отопления она там всегда горячая ну зимой и вот он там на полу спал 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 я в один прекрасный день решила что просто спать на полу неудобно для моего кота вот это решила я не он я положила туда плед так вот положила прям красивенько разложила ему все хорошо именно то место где он спал и знаете что он сделал он написал на этот плед на этом все я решила что больше я такими вещами заниматься не буду потому что ну ну иначе не нравится вот я потом там все вымыла плед этот убрала и он теперь дальше там спит нет сейчас он уже там не спит сейчас он тебе другое местечко нашел но в общем как то так вот так что вот такие у меня животные вот но я сейчас поеду в магазин ну покажу потом покупки что купила и может в самом магазине поснимаю как получится погуляли мы немного по торговому центру ничего не купили решили зайти в фудкорт я взяла себе вот такой супчик с рисом корейский это у меня есть сын мой старший тоже это младший в общем решили мы так основательно прям поужинать тире пообедать очень любим это местечко здесь вот как раз корейская еда мы покупали вот очень вкусно здесь но не скажу что прям дешево но вкусно фудкорт такой у нас торговом центре так на что приехали мы домой я зашла только в мясной магазинчик покажу вам что купила вверх я там ну не то чтобы часто но как появляется покупаю всегда финики они раньше килограмм стоили он угомонится не угомонится они раньше стоили 190 по моему листу 70 рублей за килограмм а сейчас 210 килограмм фиников но они очень хорошие там продаются свеженькие еще мужчинам сам купила вот такие вот какие-то штуки это типа мармеладки у меня попробовали они сказали что очень вкусно мальчишки мои вот так что да здесь я взяла вот почему бода у меня так волнуется зла окорочка куриные четыре штучки тоже мальчишкам своим пожарю желудки индейки бода успокойся радуется что я приехала мясо привезла вот им желудки индейки это я девчонкам своим отдам сейчас уже нам покормлю здесь я купила говядину говядина раньше стоило 600 там чем-то сейчас 710 рублей за килограмм мякоть говядины но все равно это дешевле чем где-либо и фарш домашним здесь мне получилось кило 300 ваш не помню почем 400 чем-то рублей за килограмм так что вот такие вот у меня были покупки сейчас девчонок накормлю вот и уже наверное на сегодня буду с вами прощаться надеюсь что вам понравилось такое видео вам было полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч